Есть у меня много преподавателей, господи, работодателей, не буду называть, я их правда всех не помню, кому будет интересно, я просто скину вам список. В этом списке будет все, там будет название компании, будет там обязанность человека, условия его работы, что он должен знать или не знать, или уметь не уметь, его зарплата, что касается жилья, короче, будет там у вас. Девушка есть, а не? Все, все, у вас будет. Я работаю только по режиму квалифицированный работник. Все знают, что это? Вы можете рассказать. Так, режим квалифицированный работник был создан для того, чтобы люди могли записываться на подачу документов в посольстве. Почему? Прежде всего, потому что на Украине, в принципе, нереально записаться на очередь. Возникали там всякие мафии, хакеры, короче, покупали там очереди. Поэтому в Чехии я делала вот этот режим, где человек не сам записывается на подачу документов, а записывает его работодателю. Все идет, в принципе, очень быстро. Чтобы работодатель получил или был записан, зачислен в этот режим, он должен соблюдать очень много всего. То есть компания должна быть открыта столько-то лет, он не должен быть там подложным за налоги, социалку, заработку. Ну, короче, если он это все соблюдает, его могут зачислить в этот режим, и это уже значит, что работодатель сам по себе проверенный. Его уже никто не проверяет. И как только приходит к нему новый работник, работодатель, отправляет все его данные в торговую палату Чехской Республики, то это отправляет в посольство, посольство назначает дату, отправляет эту в торговую палату, торговую палату работодателю. И работодатель, и человек знает, когда у него дата подачи. То есть ему приходит СМС, что такого числа надо податься, если это Украина, то в Альбове. Да, если это там Казахстан, то в Астане, и так далее. То есть всегда в столице. Вот. Человек приходит, от меня получает пакет документов, это я делаю только двухгодичной картой. Ничего меньше не делаю. То есть человек от меня получает договор на два года, получает жилье на два года, получает заполненную анкету. И это все, что я лично могу ему дать. С его стороны идет справка о несудимости, которая должна быть переведена на чистый язык, и аттестат о среднем образовании. Хоть у тебя из 20 высших, просто ты должен Чехии доказать, что у тебя есть среднее, что ты и являешься квалифицированным работником. Если ты хочешь приехать сюда, как высококвалифицированный работник, то это уже потом синяя карта, это уже как бы, ну, немножко другое. Вот. Человек подается, в принципе, через полтора месяца он здесь. Иногда это дольше, иногда это меньше. Очень зависит от того, кто вас рассматривает в полиции. То есть если буду я один день подавать 20 человек на Макдоналдс, три мне приедут через неделю, четыре через две недели, пять мне придет через месяц. Потому что там по-разному люди рассматривают. Скажите, пожалуйста, это там же какие-то ограничения по странам есть? Да. У каждой страны есть квота. Для Украины это, например, 40 тысяч. То есть Украина вообще нормально. Да, Казахстан там меньше. Монголия тоже меньше. Например, я сейчас устраиваю даже монголов. Очень не хотят работодатели. Как бы это не звучало, но очень не хотят. Потому что проблема с украинцами сейчас возникает та, что они очень сильно научились сюда ездить по биометрике, по польским визамам. Ну, в принципе, это нелегально тут работать, короче, вот так скажем, да? И, короче, украинцы сюда, в принципе, приезжают по двух годичке к какому-то работодателю, допустим, к Макдоналдсу. Но они уже знают, приезжая сюда, что они через полгода просто уйдут, потому что у них есть своя работа. Работодателю это не нравится, естественно. Они за них платят деньги, они их учат, и они потом уходят. То есть им это не нравится. Но монголия, они остаются. Просто они приедут, куда их закинешь, там они и умрут. Да? Честись. Поэтому монголик всем нравится. Единственное условие, ну, как минимум, у моих работодателей, это то, что все должны знать русский. Вот, да. Да, потому что если в Монгол приедет со своими монголскими волны... Ой, я не понимаю. Вот, поэтому русский там обязательное условие. Как весело, едешь за границу, должен знать русский. Условия. В Польше так же. Ну, едешь работать на заводах, без русского не берут. Ну, я знаю английский, нас это не интересует. Только русский. То есть даже тут правый монголик... Подождите, я знаю польский. Все равно не подходит. У нас большинство сотрудников его не знают. Да, вот это так и есть. Потому что, вот даже, допустим, тут он обманывался. У меня одна хозяйка, ей принадлежит 15 макдаков тут, по Праге. Не за Праге, но, то есть на трассах. Да? Там одни украинцы. Да? Да, может быть, два белоруса, да? Русского человека, который я видела. Поэтому, да, естественно, они требуют русский, потому что, ну, как они будут договариваться между собой. То есть там уже даже менеджеры, русскоязычные люди, там очень молодцы. Отправляют всех учить русский. Да, да, ну так и есть, правда. Естественно, за свои услуги я дружу на плату. Как вот уже уже было озвучено, я раньше тоже этого не делала. Но после 28-й смерти бабушки, операции мамы и так далее, я поняла, что... Поэтому, либо у тебя есть деньги, либо пускай мама сначала операцию сделает и потом мне напиши. Поэтому, вот так, предоплата, и доплату я беру после, либо после получения документов, то есть готовой визы, или я могу сделать так, что человек не заплатит после первой зарплаты. Но, как бы, это мне уже не принципиально, да? Скажи. Трудоустройство всегда идет напрямую. Я никогда не работаю с агентурой, я их ненавижу. Скажите, а вот по квотам, а у России вообще есть квоты, или они идут в стандартном режиме? Россия подается сама. Вот они просто идут по двухгодовым картам сами. То есть это будет Казахстан, Украина, Монголия, все. Там есть много, я вам потом кину список, потому что там и Филиппины, там очень много стран. Ну мы-то с СНГ в основном работаем. Ну да. Вот, и у России сложно, сразу говорю, очень сложно опять же записаться на эту визу. У меня сейчас мальчик, я его, ребята, два года делаю, но и за ковидак, к сожалению. То есть он два года назад хотел пойти в Макдак. Мы ему сделали все документы, отправили курьеру в Россию. И как раз вот теперь был дам, все закрыто. Причем у него уже была назначена подача документов. К сожалению, его, конечно, отменили. Знаем, знаем такое. Да, да, да. Сейчас уже наконец-то возможно опять записываться. Мальчик уже месяц питается. Причем приходит сразу в полночь, чтобы просто раздать кнопку. И ему сразу же приходит автоматный письмо, что все, месяц нет. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот еще важный такой момент. Скажите, вот эти вот документы, да, которые идут от Министерства труда, они, какой-то срок вот действия есть? Те, кто до пандемии это все сделали, вот у нас тоже висят клиенты также с этими, что с этим пакетом? Как только новый, да? Ну, да, я делаю новый. Знаете почему? Потому что вот, например, этот мальчик, у него был договор с 2019 года. И как бы в договоре самом, я всегда своим работодателям говорю, я никогда не ставлю дату, когда человек должен приехать. У них там есть именно предложение, что начало договора будет с момента, когда человек получит все нужные документы. Правильно так-то. Но в конце договора же есть дата. А не дай бог в полиции это не понравится. То есть мне проще сделать новый пакет документов ему, тем более с пропиской. То есть пропиской у него уже как бы, ее нету. Она ждала на два года, да? То есть я лучше делаю ему новый пакет документов, отправлю заново, чем ждать, если это прокатит или если это не прокатит. Поэтому нет, я очень ведет все. Ну то есть здесь такого нет, что Министерство труда выдает, скажем, какой-то документ, как разрешение на работу, вот как в Польше, там конкретный срок, либо это головой, либо полугодовой, да? Ну есть даже трехгодовой. То есть, соответственно, здесь нет, здесь все от контракта зависит. Правильно? Да, от контракта. Да, если как-то на два года, то ты будешь работать два года. С тем, что у двухгодичных карт ты обязан первого полгода работать у этого работодателя, а потом ты можешь перед туда устроиться. У меня очень много людей звонит по поводу, ну, которые там на мафианов, на клиентов работают, или на агентуру, да? Мне каждый им право, ну, 30 звонков точно у меня получается, когда люди мне говорят, «Катя, мы дали на вас контакт, вы трудостроенно занимаетесь, я как бы на агентуру работала, я уже 70 лет отработала, они не хотят меня отпустить. Я хочу перед туда устроиться». Я говорю, если они вам не дадут увольнительную, я не могу с этим ничего делать. Вы просто привязаны. Поэтому, вот именно поэтому, я не работаю никогда с этой устроенной. Я всегда устанавливаюсь на кроме. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот тему, которую мы затронули, смена статуса со студенческой вот этой ВНЖ. Да, можно. То есть год ты отучился, ну, например, бросил ты вуз, соответственно, своей карты не хочешь, да, в нем учиться, можешь, да, перейти на работу? На вот эту двухгодовую карту. Она должна быть действительно студенческая, потому что, если она уже закончилась, ну да, да, это нету, да. А если ты там не сдал сессию, и вуз уже сообщил в МВД, у тебя еще карта есть, но МВД уже может знать от университета, что ты не сдал сессию, и ты уже не студент. То есть она у тебя формально есть, но она уже не действительно. А с курсов не перейти, да, вот если съезжать? Можно? С курсов не перейти, но если по курсам как-то, а у нас же по курсам визы. А карту не получить по курсу? Нет, это должно быть больше, чем годовое обучение, чтобы получить. То есть кто едет сразу до университета, допустим, обучение на английском, да, и университет дает документы, есть такие, которые дают не на год, а сразу на 2 на 3. То можно сразу и жилье показать на 2 на 3, и стакалку, и вот это все. То есть деньги должны быть на 2 на 3. И можно сразу на больше, чем на год получить эту карточку сразу от ФИЛа. А курсы не могут быть, например, на 2 года? Нет, курсы не могут быть на 2 года. Они специально это сделали, чтобы после курсов гарантированно не оставались. То есть ты приехал на курс, вообще не сделали одно время, что надо было отучиться на курсах, и эту визу нельзя было продлить вообще никак. Типа нужно было бы выехать. Ну, как бы там потом дошлась новичка, но как бы сделано это было специально для того, чтобы человек прошел курс и вернулся в свою страну, и оттуда уже подался по документам университета, в который он поступил. А если он, допустим, не поступил, или плохо закончил курсы, то как бы он останется. Ну, а здесь, получается, он поступает в ВУЗ, получает вот эту карту, и может, в принципе, уже работать. И потом он уже может любое время подавать на смену этой карты. Он может, как только он ее получил, он сразу может подавать на изменения. Ну, хотя бы такой вариант. Да. Можно вопрос по справкам о несудимости? Они имеют какой-то стоп, или овации? У нас они 6 месяцев здесь. У вас так или нет? Ну, я всегда говорю, 3 месяца. 3 месяца, да? Лучше свежую делать. Да, да. Свежую нам на момент подачи, и на момент въезда надо делать? На момент подачи, потом уже не надо делать. Не надо. Там только надо податься, а потом, что там будет дальше, это уже не важно. Виза есть, если все. Да, да, да. Надо ее забереть на карту, что она делась? Зависит в какой выстрании. В Казахстане, например, нужно этот, как его, пути. А что, наверное, надо? Так вот, ее, чтобы страну дать документы. Нет, Россия, Украина не надо. Россия, Украина не надо. Но, когда чешское посольство, оно вам неоднозначно так отвечает, как бы, говорит, что вы можете заверить. Ну, что дальше вы можете. Я всегда клиентам говорю, что им лучше сделать перевод. Заверили на тариус. Лучше как. Да, конечно. Лучше так сделать, чем потом... Просто там плохо то, что когда вот у вас документы принимают в посольстве, если там у вас вдруг нету справочки, они вам сразу говорят, что там чего-то не хватает, да? Но, если у вас справка неправильна, они же не проверяют. И вы потом ждете, что у вас уже будет одобрение, и вам вдруг приходит письмо, что, а мы обнаружим, что там у вас что-то не так, давайте доносите, да? Поэтому я лучше говорю, что давайте заверим на это все, чтобы было все наверняка. Казахстан не должен. Нет, Украина точно. Казахстан, да. А Россия? Россия тоже не надо. Украина, Россия не надо. А скажите, пожалуйста, вот если это смена статуса, например, отучился человек год на курсах, потом поступил в ВУЗ, получил карту, нашел работодателя, и может он, чтобы вообще не бросать обучение, перевестись на заочное и продолжить работать, да? Да. Он вообще может после того, как у него уже будет одобрена рабочая, то есть он перейдет с карточки студенческой на карточку рабочую, тогда ему не важно, как он учится, он может вообще не учиться. Ну, понятно, но чтобы тоже, как сказать, и ВУЗ не подставлять, не уходить, да, и год этот не терять. Это счет перевестись, это невозможно. Нет? Это невозможно, это человек должен поступить. Нет, да. Это важно поступить именно. А, то есть перепоступить тогда придется. Ну, тогда, может, действительно нет смысла такой процедуре. Как бы, да, тут уже нет перевязки к видео, то есть можно учиться, но в будущем можно поступать, ну, либо узнавать, опять же, у каждого ВУЗа могут быть какие-то свои там внутренние правила. То есть это уже нужно через студентное отделение узнавать, что я вот, смотря на каком это курсе, да, если это первый курс, если это третий курс, как он там учился, да, если ему университет даст возможность какие-то предметы узнать, не узнать. Ну, как бы, такие вещи, я, например, не говорю однозначно да или нет, я говорю, что это нужно индивидуально запрашивать, потому что, если это был, допустим, я не знаю, частный ВУЗ, то, может, там и пойдут на встречу и будет какая-то возможность что-то там сделать. Потому что были такие случаи. У нас даже признавали часть обучения иностранного, что в принципе в Чехии не делается. Но нигде не написано, что нельзя и нигде не написано, что можно. Поэтому всегда каждый конкретный случай мы узнаем в каждом конкретном ВУЗе на их студенте отделения. Они там чаще всего тоже этого не знают. И они нам говорят, мы подумаем, они там начинают это как-то решать и дойдет какой-то ответ. Да, у нас была такая ситуация по Польше, что у нас там клиентка, она с очного отделения попросилась перевестись на онлайн. И она там писала просто свою ситуацию, с чем это связано и так далее. ВУЗ это рассмотрел и ее перевели. То есть, ну, тоже в индивидуальном порядке. Хорошо. Если онлайн официально существует, у нас кто-то легализировал онлайн обучение, просто нет. То есть, насколько ВУЗу это разрешили свыше. Кому-то, например, одобрили гибридную вырубку. В метрофоритм, я знаю, у них официально идет гибридная вырубка, то есть, вы можете учиться онлайн, если вы не здесь, и можете учиться ходить на паре, если вы здесь. Там заранее они как бы высылают вам фон, выполняете. ЧУЗО, например, на английском отделении можно учиться онлайн, на чешском отделении нельзя учиться онлайн. И вот, так вот, три варианта, да, и разный вариант. Хорошо, спасибо. Вот. Сейчас я все беру смысл. Да, значит, всегда все напрямую. В принципе, процесс сам идет довольно быстро. То есть, через два максимума три месяца человек находится здесь. С момента, когда он вообще придумал, что он хочет, до момента, когда он приедет. Это правда, быстро идет. Сразу говорю, что я не очень люблю убрать людей, которые мне сразу же говорят, что, слушай, у меня тут как бы Вася, я к нему пойду, я просто мне нужны документы. Нет, я очень ценю своих работодателей. Я с ними очень много лет работаю, и я их не подставляю. То есть, если мне человек вот так напрямую это говорит, мне не жалко того, что я не заработаю, я его не хочу. Я вообще возьму человека, который реально хочет сюда приехать. Я понимаю, что он также может через полгода уйти, но это уже в зависимости от того, если ему там нравится, не нравится, но как бы на это я уже сама не повлияю. А вот чтобы осознательно туда кидала человека и знала, что работодатель там и усилия, и время, и деньги потратить, и человек ему уйдет, нет, не хочу. Потому что есть работодатель, как, например, у меня есть стройка, именно их я очень люблю, это вот такая семенная компания, они такие прям хорошие люди, и они учат своих людей много чему, то есть они готовы сделать водительские права там на всякие, я не знаю вообще на русском эти названия, ну, короче, строительные всякие эти машины, да, они готовы им это все делать, но они это делать не раньше, чем через полгода, то есть когда они реально понимают, что человек остался, потому что у них это выходит, например, на 50 тысяч, то есть их деньги не маленькие, да, поэтому я лучше не заработаю, чем потеряю работодателя, поэтому не надо на таких, вот, и не с каждым я сживаюсь, вот так это скажет, хотя человек очень хороший, очень такой грибчики, но вот если не попадется клиент, который мне скажет, что женщина меньше собаки, то я с ним просто не работаю, вот, в этом случае мне тоже это не жалко, да?